15 преступлений в сфере экологии, предусмотренных статьями Уголовного кодекса и 127 административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов. Таковы итоги путины 2015 года в Ненецком округе. Их подвели в Центре природопользования и охраны окружающей среды. Всего за летний-осенний период было проведено около 100 рейдов, а самый крупный незаконный улов составил 400 килограммов рыбы ценных пород. Незаконный промысел браконьеры вели на реке Морию. Это рядом с Юшарским сельсоветом. Сначала жители республики Коми утверждали, мы, мол, рыбаки-любители, и просто решили поймать немного для себя. Истинный размах рыбалки стал ясен во время обыска. За неделю злоумышленники выловили 400 килограммов рыбы ценных пород. При этом разрешительных документов у браконьеров не оказалось. Здесь все признается, это его рыба. Еще одна золотая жила для рыбаков – река Воланга. Здесь в ходе одного из рейдов было обнаружено место дислокации браконьеров – палатку со всем необходимым для проживания едой сетями. Неподалеку нашли тайник с недавно пойманной рыбой – 17 штук семги и 19 горбуши. Черным рыболовам удалось улизнуть. Благо, такие случаи в Путину 2015 года были единичными. В основном браконьеров удавалось задержать. В ходе проведенных мероприятий выявлено 15 преступлений в сфере экологии, предусмотренных статьей 256-258 УК РФ, незаконная добыча и незаконная охота. К административной ответственности за завершение правонарушения, предусмотренных статьями 8.37.11.7.11.8 КВАП РФ, Прилечено 127 граждан. Изъято 27 тысяч 40 метров орудий и добычи водных биологических ресурсов. Выпущено в естественную среду обитания 163 экземпляра различных пород водно-биологических ресурсов. Если черных рыболовов можно наказать в рамках закона, то вот для коренных малочисленных народов, которые, пользуясь своим статусом, ведут теневой бизнес, наказание пока не придумали. Схема проста. В лодке сидит заявитель, то есть фактически получатель этого разрешения и так называемые пользователи. Причем объемы, заявляемые КМНСниками, весьма внушительные. Цифры порой превышают объем квот, которые заявляют даже промышленники. Что в итоге мы получаем? Что если у нас... Причем люди все пишут о том, что они будут ловить в заявлениях от, скажем так, территории на юге округа и до дельты реки Печоры, которые указывают длину сетей, иногда она там может составлять несколько сот метров, причем плавные сети. Заявляются, что будут ловить щуку, но, естественно, мы понимаем, что они в период нереста лова, скажем так, дохода семги, какую рыбу они ловят. А прикрываются все они тем, что они относятся к числу лиц КМНС и ловят рыбу для собственного пропитания. Эту проблему поможет решить создание реестра лиц коренных малочисленных народов Севера. Такая инициатива вошла в итоговый доклад президенту России, который был создан по итогам заседания Госсовета под председательством Владимира Путина. Предполагается, что подобный реестр поможет существенно сократить факты злоупотребления первоочередного права использования статуса коренных малочисленных народов Севера в части рыболовства. Алина Волучейская, Вадим Стасюк и Роман Делимарский. Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...